Приветствую вас. Я думаю, что поддержу своего коллегу Крусёва Игоря Леонидовича в том, что скажу, что вы не задаёте вопрос. То есть не совсем понятно, чего вы хотите. От нас. Не совсем понятно, что вам нужно от нас. То есть вы просите разобраться, но в чём именно разобраться, да, запроса вы не даёте. Вот. А запрос здесь, в общем-то, очень даже не помещал бы, потому что это важно. Вот. Значит, вы пишите, что вы в разводе, значит, четыре года, есть ребёнок четыре с половиной года у вас. Значит, соответственно, если посчитать, то развились вы со своим мужем незадолго до рождения ребёнка. Что-то развились вы с ним, да, будучи уже беременную, я так понимаю. Вот. Тут, конечно, важны обстоятельства. Важны обстоятельства того, как вы развелись, из-за чего. То есть вы пишите, что это его сестра, из-за его сестры вы развились, но на самом-то деле сестра ни при чём. Потому как это вы, получается, себя не смогли поставить адекватно во взаимодействии с ним, со своим бывшим мужем. Дальше. Вы пишите, познакомились с парнем в интернете. И здесь у меня к вам, опять же, вопрос. Почему в интернете? Почему именно в интернете? Познакомились вы с парнем? То есть, почему не в реальном мире? Ну, не в реальности. Вот. То есть, ребёнок, ну, вроде бы, позволяет уже знакомиться. То есть, вот здесь момент. Вот здесь момент. Возможно, вы боитесь сближения. Ну, возможно, возможно, вы боитесь сближения. что это действительно так. Но, вероятно, вероятно, вы боитесь сближаться с мужчинами. Вот. Значит, а далее, что вас объединяет с молодым человеком? Вот текущим, который сейчас. Что у вас общего? Ну, между вами. Что общего? Вот. На мой взгляд, это очень важная история. если вы хотите понять себя лучше. Вот. Дальше идём. значит, вы пишите, что он в свои 28 лет не имеет жилья, хотя хорошо зарабатывал. Ну, смотрите, если, как вы говорите, он хорошо зарабатывал, то, что происходит сейчас, он хорошо зарабатывает, или он нехорошо уже зарабатывает. То есть, как бы, это, на мой взгляд, очень важная история. Потому что, ну, что значит, хорошо зарабатывал, а сейчас с его доходом, как обстоят дела, да? То есть, как бы, это, ну, условно говоря, это довольно неопределённо. Вот. Понятно, да? Дальше. Значит, есть машина не очень хорошая, и то она не ездит очень, он всем помогает, кроме себя. То есть, это, это человек, который, в общем-то, не может, не может сказать нет. Я так понимаю, что ваш предыдущий муж, ваш предыдущий мужчина был таким же. То есть, он так же не мог сказать нет людям, которые от него чего-то хотели. Вот. Опять же, если я не прав. Вот. Вы выбираете мужчин, наверное, видимо, таких, вы выбираете таких мужчин, аааа, которые, ну, не могут, ээээээ... которые не самостоятельно, скажем так. Вот. И вопрос у меня, к вам, он здесь, эээээ, пожалуй, вот только такой. Как же вы выбираете себе мужчин? мужчин, да? То есть какой критерий выбора мужчин у вас. Вот. То есть это важный момент, на мой взгляд. Это очень важный момент, на мой взгляд. Понять, какие мужчины вам нравятся, какие мужчины вам по душе. Например. Дальше. Так, у него здесь раз с очень тяжелым корректором, он живет у нее, дом его мамы, далеко от города, он часто сидит с ее ребенком. Ну, то есть его вот круто взяли в оборот, да? То есть такой человек, который вообще не самостоятельный. Не может вовремя приехать из области, из сестры или других обстоятельств. А не может вовремя приехать, это... Что значит вовремя не может приехать? То есть это вот... Как понять? Вовремя это как? То есть вот, ну, вы извините, да? Просто не очень понятно, что вы имеете ввиду, говоря вовремя. То есть вовремя куда? Вовремя к кому? Вовремя к вам? Вовремя к вам приехать? Или как? Дальше. Так. Меня это пугает, мы очень развелась из его сестры, там вообще старая дева, он ее нянчил, меня заставлял самой справляться. Ну, то есть это вот такие мужчины, да? Мужчины, которые очень сильно привязаны к семье. Парень инфантильный, ревнивый, другу не взяла, обиделась, так он на все, на все стадии прошел, от практически прощает до может тортик привезти. Боюсь, то же самое опять попасть, сестра ведь таки будет лезть к нам. Ну, не будет, если вы, и... Мужчина скажет ей свое твердое нет. Не будет, если вы, если вы ее научите. Но вопрос заключается в том, что вы готовы делать для того, чтобы этого не произошло. И готовы ли вы что-либо делать, собственно? Знаете, какая штука. Ничего не будет, ничего не будет, если... относиться к этому соответствующе. Можете мне поверить. Но для этого требуется... отстаивать свои... границы. Личные границы. Вот. То есть, тут, как бы все достаточно просто. Вот. Но в целом, меня больше смущает то, что человек, как вы пишите, инфантильный, да, и... значит, ну, человек инфантильный и ревнивый. Вот это вот меня смущает больше всего и эксцент. Вот. Вот. Там, потому что... вряд ли он изменит. Вот. Вряд ли он... станет другим. Вряд ли он... поменяется. Он уже такой. Вот. Значит, так. Далее вы пишете, в таком стадии, а, боюсь то же самое... Попасть. Ну, то есть, когда вы пишете, что боюсь попасть то же самое, вы, по сути, занимаетесь в себе ответственность. Всякую. За свои действия. То есть, это же... все зависит от вас, как бы, это же все зависит от... от... того, как вы себя ведете, это же зависит от того, как вы себя... ну, ставите... в отношения. Понимаете? Вот. Поэтому... я думаю, вот я серьезно думаю, да, то, что... когда вы, вот, пишете, что боитесь, вы просто... ведете себя так, как будто... от вас вообще ничего не зависит. Хотя, на самом деле, да, это не так, и от вас зависит, в общем-то, все. Вот. Если вы попадаете в... ну... в такую ситуацию, второй ряд, значит, вы выбираете себе мужчин, таких вот, такого типа, выбираете себе мужчин. А если вы выбираете себе таких мужчин, значит, вам это для чего-то нужно. Вот. И... соответственно, нужно смотреть, смотреть, разбирать вашу выгоду, в том числе, выгоду... вторичную, вот, для чего, зачем и как вы себя ведете в отношениях. Вот. Потому что мне кто-то подсказывает, что и в отношениях с мужчиной вы ведете себя, в некоторой степени, как родитель. Вот. Либо как родитель, либо как... ну, такая, знаете, как ребенок послушный. Вот. Хотя... на самом деле, да, не та, не та позиция, она не является конструктивной. Для вас. Просто потому, что это ни к чему не приводит. Вот. Вот. Такая история. Поэтому, я полагаю, что... ответить вам можно так. В первую очередь, необходимо разобраться с тем, как вы устраиваете отношения. Ну. Вот. Грубо говоря, да. Преанализировать их. А дальше... Дальше уже... можно будет... о чем-то конкретном говорить. Дальше уже можно будет вам что-то рекомендовать. Вот. Вот. Вот так вот. То есть, в целом, вы сейчас... Вы сейчас, да... на себя... возьмите... полностью ответственность. То есть, вот вы... как сами хотите. Вы хотите, чтобы, к примеру, ваш мужчина был... ремнивым, инфантинным... и так далее. Ну, я полагаю, что нет. Да? Если вы этого не хотите, ну, значит, вот как раз... и нужно что-то делать. Как раз таки. Понимаете? Вот. Ну, так, по крайней мере, мне видится. Вот данная ситуация... это то, что вы... можете сделать здесь и сейчас. Вот. То есть, то есть, средство от драка... это личная ответственность. Вот. Средство от драка, это... лучшее... эм... понимание своих... желаний. Своих... потребностей. Это лучшая... ориентация своих... чувствов. Вот. вот так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, если... вас остались... дополнительные... вопросы. вы можете... значит... можете обращаться... ко мне. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.